Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам информативное видео по игре World of Tanks и также показать довольно интересный бой на новом премиум танке за марафон Бураск, ну или в переводе на русский Ураган. Собственно, вы сейчас можете видеть отличные подарки, которые вы можете получить практически даром, всего за 150 рублей, купив Twitch Prime. Доступен Twitch Prime только до 12 марта, обратите на это внимание, поэтому до этого периода лучше его выкупить и активировать. Что можно получить? День према, эмблемка, стиль уникальный, 20 ЛБЗ на любые танки, X5 опыта, 15 больших расходников, также два премиум танка в аренду, именно это польский премтанк 8 уровня, 50 ТП портотип и еще пудель 6 уровня. Эти два танка будут доступны вам на 14 дней, обратите внимание также, что скоро у нас стартует линия фронта и, конечно, будет не лишним приобрести себе таким способом дополнительные премтанки. Ну, вообще, рекомендую польский прем, действительно, годный, многие все хвалят защитника, но польский прем, на самом деле, на мой взгляд, даже не хуже. И давайте поговорим теперь о некоторых банах, которые Wargaming раздал, в общем, очень так, ну, нехило побанены некоторых игроков и вот средняя статистика, среднестатистического читера. Он обладает средним процентом побед 51,73%, среднее количество боев 31,684, это, кстати, очень много, как бы, для среднего показателя, то есть, похоже, что читеры, там, ну, некоторые, не знаю, там, у них, наверное, по 100 тысяч боев, если средний показатель 31 тысяча, средний урон на аккаунте 1218. Также ссылку я приложу в описании, где вы можете увидеть весь список забаненных и также кланы там, ну, вдруг вам это нужно. В любом случае, наверное, хорошо, что читеров побанили, ну, почему, наверное, ну, потому что я уверен, что еще полно осталось читеров в игре и таким способом вряд ли удастся их как-то взять и отговорить не использовать читеры, то есть, все равно читеры будут использовать, по крайней мере, до первого бана уж точно. Итак, ребята, появилась новая ПТСАУ ИСУ-152К, и тут некоторые, конечно, такие вот, ну, вопросы к ВГ у меня, то есть, по сути, я так взглянул на ТТХ, это же ИСУ-152, только старого образца, который был раньше у нас, то есть, по сути, что сделали в Wargaming, ну, по большому счету, они просто взяли обычную, вот, старую ИСУ-152, которая, ну, раньше была, и понерфили ее. И вот сейчас вот выкатили вот новую ИСУ-152, которая со старыми характеристиками, как у ИСУ-152, ну, то есть, естественно, с имбовыми характеристиками, то есть, тут больше бронепробития, там, больше ДПМ, и при этом сделали ее премиумной. Гениально, Wargaming, это просто ход конем, так скажем, то есть, сначала они берут какой-нибудь танк легендарный, который пользуется спросом, нерфят его, потом проходит какое-то время, и они вводят этот премиум танк для того, чтобы, собственно, его потом продать как прем, только со старыми характеристиками. Ну, не знаю, чего добивается Wargaming, но выглядит это, как для обычного игрока, именно так. Давайте посмотрим, почитаем, что пишут сами разработчики. Итак, в скором времени на Супертест добавлена советская ПТСА восьмого уровня ИСУ-152К. Ключевая особенность этой машины – 152-мм пушка БЛ-10, отличающаяся высокой бронепробиваемостью и разовым уроном 750 единиц. Стандартный бронебойный снаряд пробивает 286 мм, а специальный подкалиберный – 329. Точность орудия составляет 0,41, скорость сведения равна 3,4, скорострельность – 3,16 выстрелов в минуту. С точки зрения защищенности ИСУ-152К не отличается от прокачиваемого варианта. Лобовая бронерубки достигает значения 90 мм, прочность машины составляет 1200 единиц. Ходовые характеристики также схожи. Максимальная скорость равна 40 км, а тяговооруженность – 12,7 л.с. на тонну. ИСУ-152К очень похожа на обычную ИСУ-152. Различия – невеликие чуть лучшие углы горизонтальной наводки, выше бронепробиваемость, но динамические характеристики и скоростеренность немного уступают прокачиваемому аналогу. К этой машине не придется привыкать, ведь стиль ее боя – засадная ПТ-САУ с высоким разовым уроном. Давно известен большинству игроков. Тут такое ощущение, что Wargaming как будто потроллил всех игроков, типа ха-ха к кустодроты. Далее, ну, что я могу сказать, ребята? Не знаю, будет, конечно, забавно, если Wargaming просто возьмет эту ПТ-САУ в продажу, выпустит. Выглядит так, как будто просто старую ПТ-шку возвращаешь, чтобы срубить на этом бабок. То есть просто такой наглый способ заработка – нерфить сначала танки, а потом продавать те же самые танки, только не занерфленные. При этом зачем создавать столько клонированных танков, я вообще не представляю. Wargaming переставает там это курить травку минскую, потому что это до добра не доведет. Таким образом, у нас скоро в игре одни клоны будут. Я лично против такого. Но, в принципе, есть вероятность, что данная машина будет просто заменять стандартную СУ-152. Я уж не знаю зачем. Может быть, такой расклад тоже будет. Это на данный момент неизвестно. Но это, в общем, тоже вариант. Если так, то, в принципе, окей. Если заменят обычную прокачиваемую ПТ-САУ вот на эту, а старая ПТ-САУ станет премиум. И тогда будет довольно неплохо со стороны Wargaming. Ну, еще хотел бы отметить, что у нас 9 мая, как бы, ну, не так много времени осталось. Ну, конечно, еще и немало, но 9 мая, короче, будет на горизонте там. И, короче, естественно, День Победы, все дела. И будет ивент с ботами, то есть, там, ПВЕ режим. И кто знает, опять-таки, может быть, данная машина готовится для внедрения в этот режим. Ну, или, может быть, как награда. Далее вы можете выиграть золото в этом видео. Вам достаточно в комментарии указать свой игровой ник и досмотреть данное видео до конца. Все очень просто. Если есть желание, также подпишитесь на канал и оцените данное видео. Также рекомендую посмотреть сайт ВотКит, так как там ежедневно, совершенно бесплатно, всем раздает 5000 золота. Ну, всем, кому повезет. А также на данном сайте самые крутые премиум танки, которые только можно достать. Все это по очень выгодным условиям. Используем мой промокод на данном сайте, чтобы получить самые крутые бонусы. И, собственно, давайте поговорим немножечко о линии фронта, так как она намечается, собственно, ну, и осталось ждать не очень-то и долго, я считаю. И, конечно, стоит немножечко упомянуть. На данный момент всех наград неизвестно, но известно только то, что будет всего 4 этапа и будет всего 15 уровней. Скорее всего, достигать каждый уровень будет сложнее. И это, конечно, ну, такой вот некий небольшой недостаток. Но в любом случае, мы сможем в скором времени взять, поиграть в линию фронта и пофармить. Самая большая, конечно, такая вот надежда у игроков, то, чтобы разработчики не понерфили доходность. Но в любом случае, линия фронта сократится по времени, а значит и количество фарма тоже сократится. Но надеюсь хотя бы, что вот количество наград не будет гораздо меньше. Но что-то меня терзают смутные сомнения на самом-то деле. Сама линия фронта начнется 9 марта и продлится до 16 марта. То есть сейчас вот на старте выхода патча 1.8 нету линии фронта и нету также, ко всему прочему, долгожданного события «Боевой путь» или так называемый «Баттл Пасс». То есть, по сути, в начале патча 1.8 единственное, что завезли, это ежедневные ЛБЗ, которые заменят удовольствие. Об этом я, кстати, уже говорил. И также статистику. Но я могу сказать, что все-таки это опять-таки очередной нерв наград, по моему мнению. Но сами смотрите, раньше, чтобы получить большой приз с помощью удовольствия, нужно было там поиграть. Получить до этого 4 маленьких приза, что в принципе не было такой сложной задачи. Это можно было сделать один раз в сутки спокойно, может быть, даже больше раз. Ну и в большом призе была награда в виде премиум-аккаунта, там резерв и так далее. То есть крупные такие награды. Теперь, чтобы получить большую крупную награду, нужно играть целую неделю каждый день, выполняя ежедневные и премиум ЛБЗ. Если у вас нет премиум-аккаунта, то еще больше, чем неделю придется играть. И то не факт, что премиум-аккаунт выпадет, так как там тоже вероятность прикрутили. То есть может и прем выпасть, может быть, там обучение для экипажа выпадет, а может быть, всего лишь резерв выпадет. Такие вот пироги. Грустная на самом деле ситуация. Но надеюсь, что Battle Pass, когда выйдет, надеюсь, опять-таки не задержали его очень далеко. Он поправит ситуацию, и количество наград все-таки для игроков возрастет. А также сейчас вы можете более выгодно прокачать Супер Конь, Объект 277 и Объект 140. Эти три танка находятся, так скажем, в выгодных условиях, так как скидки на все эти ветки, и также еще дополнительные ЛБЗ на опыт и другие всякие припасы. И на этом все, друзья. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok